Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня о некоторых моментах, касающихся диетической ценности такого важного в нашем питании овоща, как томаты. На канале Процветок мы уже говорили о том, почему важно употреблять в пищу достаточное количество томатов. И о преимуществах томатов среди других овощей, как источника калия, витаминов, ценных антиоксидантов, каротиноидов и так далее. Однако в последнее время, в том числе на ютубе, на каналах блогеров, появляется информация о том, что томаты, такие привычные нам овощи, не только не полезны, но даже и вредны для здоровья. А одним из факторов, которые могут нанести вред для здоровья человека в томатах, называют лектины. Давайте разбираться. Лектины – это такие особые белки, которые содержатся во многих продуктах как растительного, так и животного происхождения. Их имеется довольно много в орехах, в бобовых, в пшенице, особенно грубого помола, у которой не до конца удалены оболочки, те, которые считаются наиболее полезными. Их много в баклажанах, в сладком перце, конечно же в томате, в картофеле и других растениях семейства посленовые. Лектинов довольно много в куриных яйцах. Почему же лектины вдруг стали такими неугодными некоторым диетологам? Ну и стала раскручиваться, конечно, популярная тема для того, чтобы словить какую-то на эту тему популярность. Дело в том, что в некоторых исследованиях было показано, что лектины мешают похудению, что лектины не позволяют нам сбрасывать вес, а наоборот заставляют нас не только больше есть, но и накапливать много жира в нашем организме. Говорилось даже о том, что лектины провоцируют воспалительные заболевания. А как известно, воспалительные заболевания, воспаление, хроническое воспаление в организме, в широком смысле не то, что где-то царапина воспалилась и нагнивает, а воспаление внутри сосудов и так далее является причиной многих проблем со здоровьем, включая атеросклероз и онкологические заболевания. И вот уже многие наши зрители в сезон такого активного потребления томатов начинают снова спрашивать о том, так можно есть томаты или нельзя из-за лектинов. Последующими исследованиями было показано, что лектины не только не способствуют ожирению и не только не являются воспалительными факторами, напротив, они обладают важными свойствами противовоспалительными, а также томаты, будучи достаточно низкокалорийным продуктом, содержащим целый большой комплекс полезных для организма веществ, весьма способствуют снижению веса до его нормальных и здоровых значений. Вообще, мы постоянно можем слышать с экранов телевизоров, из интернета о каком-то тотальном вреде тех или иных продуктов, будь то глютен или будь то что-то еще. Однако, не стоит сильно концентрироваться на подобного рода сообщениях. Зачастую они имеют целью либо вызвать какую-то панику среди населения и в конечном счете заставлять вас отказаться от привычных вам продуктов, как правило дешевых, и начать покупать какие-то совершенно вам ненужные, дорогие. Средиземноморская диета, в состав которой входит значительное количество томатов, оливковое или иное масло, но в Средиземноморской именно оливковое, признана одной из наиболее здоровых. Вяленые томаты, которые содержат колоссальное количество лектинов, также являются основой этой диеты. Поэтому не стоит избегать томатов. Однако же нужно помнить о том, что любые продукты не стоит ни демонизировать, ни делать из них культа. Употреблять их надо в весьма таких нормальных, умеренных количествах. Например, помните, что лицетин, компонент соевого и других растительных масел, который в том числе входит в состав такого известного лекарства, как эссенциали, который является строительным материалом и восстановителем нашей печени, вот эти самые фосфолипиды лицетины, очень ценные для нашего организма, которые являются эмульгаторами, широко используемыми в пищевой промышленности, в шоколаде, в майонезе, где только не встретишь эти самые лицетины. Читайте составы. Они в то же время, в большом количестве, если поступают в наш организм, преобразуются в такие вещества, в микрофлоры нашего кишечника, которые крайне негативно сказываются на здоровье нашего сердца. Однако это не повод отказываться от потребления продуктов, содержащих сою, содержащих нерафинированные растительные масла, или как-то их существенно ограничивать. Просто не стоит ими злоупотреблять. Людей, которые действительно не переносят какие-то конкретные пищевые продукты, будь то глютен, или будь то лицетин, или будь то что-то еще, очень мало, небольшое количество. Если вы хорошо, нормально себя чувствуете, потребляя подобные продукты, не стоит от них отказываться или как-то ограничивать. Тем более, если речь идет о томатах. Что ж, надеюсь, я ответил на ваш вопрос и развеял все ваши сомнения относительно вот этого мнимого вреда томатов, связанным с содержанием вот таких вот специфических белков в этих ценных для нашего здоровья плодах. Выращивайте томаты с нашей помощью в том числе. Употребляйте их. Выращивайте их много. Заготавливайте на зиму различными способами. Консервация, заморозка, кетчупы домашние и так далее. И помните, что это несет вам действительно здоровье. Свои собственные томаты, выращенные по домашней органической технологии, с теми рекомендациями, которые вы слышите на нашем канале, просто не могут принести вам никакого вреда. На этом я прощаюсь с вами. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важную и интересную информацию. До новых встреч!